Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Елена, ветеринарный врач лаборатории ВИТ-ЮНИО. Сегодня я проведу для вас небольшой вебинар по теме диспансеризации. Начнем с определения диспансеризации. Диспансеризации – это комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический осмотр и дополнительные методы обследования, такие как лабораторная и визуальная диагностика. Проводится для оценки состояния здоровья и для выявления заболеваний на ранних стадиях. Сегодня мы с вами обсудим скрининговую диспансеризацию, которая включает в себя общий анализ крови, общий анализ мочи и паразитологическое исследование фекалий. Общий клинический анализ крови – что мы можем по нему узнать, как интерпретировать анализ и как избежать преаналитических ошибок. Общий анализ крови является легко доступным скрининговым тестом, позволяющим получить информацию о состоянии периферической крови. Соответственно, общий клинический анализ крови нам с вами может помочь выявить анемию, воспаление, коголопатию, новообразование гемопоэтических органов и некоторые инфекционные заболевания. Также мы с вами можем попробовать вывести индивидуальные референсные значения. Начнем мы с показателя гематокрит. Он является расчетным показателем, который отражает процентную долю объема эритроцитов в цельной крови. Для чего используется исследование? Для диагностики анемии и полицитемии, оценки эффективности их лечения, определение степени дегидратации и как один из критериев при решении о переливании крови. Гематокрит. Что важного для врача? Высокие значения нам с вами могут помочь заподозрить такие состояния, как гипоксия при заболеваниях сердца и легких, продуцирующие эритропоэтин опухоли или кисты, новообразование почек, первичный эритроцитоз. И не забываем про то, что высокие значения могут наблюдаться у животных, которые находились или находятся в условиях высокогорья. Низкие значения нам подскажут о таких состояниях, как анемия или какое-то хроническое воспаление, недостаток эритропоэтина при хронической болезни почек, при кровопотерях, при различных иммуноопосредственных состояниях, как первичных, так и вторичных. Также может наблюдаться низкое значение при дефиците железа, эндокринных нарушениях, заболеваниях костного мозга и достаточно редко при дефиците питательных веществ. Что важно учитывать при интерпретации? В первую очередь мы с вами должны учитывать водный статус животного, так как изменения объема плазмы влияют на показатель. Стоит обратить внимание на то, что гематокрит желательно интерпретировать вместе с общим белком, так как одновременное снижение этих показателей нам с вами будет указывать на кровопотерю, а повышение на обезвоживание. Также желательно гематокрит интерпретировать вместе с эритроцитарными индексами. Приведу пример. При снижении среднего эритроцитарного индекса средней концентрации гемоглобина в эритроците мы можем предположить и сделать вывод о дефиците железа. У таких пород, как такса Грейнхаунд, значения могут быть выше нормы и являться при этом нормой. При беременности также гематокрит может снижаться. Пару слов хочется сказать о важности преаналитического этапа, так как недостаточное заполнение пробирки приводит к искусственному разведению образца. На слайде вы видите фотографии из нашей лаборатории. На них видно, как мало образца крови в пробирке и где находится отметка, до которой необходимо набрать кровь, для того, чтобы было правильное соотношение крови и антикоагулянта. Это необходимо для того, чтобы получить информативный образец, и вы правильно могли интерпретировать результаты полученные. Поэтому еще раз напоминаю о необходимости строгого заполнения пробирки до отметки. Сейчас в лаборатории у нас используются пробирки микровета объемом 0,5 мл, 1 мл и 3 мл. Переходим к показателю гемоглобина. Гемоглобин – это железосодержащий белок, способный обратимо связываться с кислородом и обеспечивает его перенос в ткани. Для чего используется исследование? Для оценки тяжести анемии и полицитемии и отслеживания в динамике эффективности терапии этих состояний. Что важного для врача? Высокие значения нам помогают заподозрить гипоксию, продуцирующую эритропоэтин, опухоли, первичный эритроцитоз. Не забываем про нахождение животного на большой высоте над уровнем моря или в условиях высокогорья. Низкие значения позволяют заподозрить анемию, дефицит железа, недостаток эритропоэтина при болезни почек, кровопотерю, гемолиз, эндокринные нарушения, заболевания костного мозга и крайне редко при дефиците питательных веществ также будут наблюдаться низкие значения гемоглобина. Что важно учитывать при интерпретации? Степень дегидратации, породные особенности, так как у Грейнхаундов-Такс-Акит это будут превышающие значения и в большей части это будет являться вариантом нормы. Беременность у СУК также влияет на сниженную концентрацию гемоглобина из-за увеличения объема плазмы. Преаналитический этап также важен. Такие состояния, как хелиоз и гемолиз, чаще всего встречаются при несоблюдении диеты, при травматическом взятии крови, также при этрогенном гемолизе и увеличении количества телец Хайнца. Эритроциты. Эритроциты это высокоспециализированные клетки, функцией которых является перенос кислорода из легких тканей и транспорт диоксида углерода в обратном направлении. У млекопитающих эритроциты безъядерные, у других позвоночных имеют ядро. Они образуются в костном мозге после его стимуляции эритропоэтина. В норме циркулируют несколько месяцев. У собак это 100-120 дней, у кошек 70-75 дней. У молодых животных они живут дольше, чем у пожилых. Элиминируются макрофагами селезенкой. И давайте теперь разберемся, почему для ветеринарных врачей важно не только количество, но и структура эритроцитов. По морфологии изменения различают полихормозию, которая возможна из-за регенеративной анемии, микроцитоз, который часто связан с дефицитом железа в организме или, например, портосистемными шунтами. Также стоит отметить, что микроцитоз может быть как вариант нормы для некоторых азиатских пород, таких как сиба и акита-ину. Гипохромные клетки будут указывать нам с вами на дефицит железа. Сфера цитоз может указывать на аутоиммунную гемолитическую анемию, эритроцитарных паразитов, отравление цинков, на отравление пчелиным-змеиным ядом и, как вариант, после недавнего переливания эритроцитарной массы. Аглюцинация встречается при таких состояниях, как аутоиммунно-гемолитическое анемия, неонатальный эритролиз и также может быть вследствие трансфузионной реакции. Стомоцитоз – это редкое заболевание, представляет собой незрелый эритроцит, является по большей части врожденным дефектом, может сопровождаться анемией. У аляскинских маламутов, цверкшнауцеров и некоторых других пород регистрировались случаи врожденного стомоцитоза. Монетные столбики являются вариантом нормы для кошек, встречаются при заболеваниях печени. Также стоит помнить о том, что гипербелюрубинемия, собственно, и может приводить к образованию монетных столбиков. Тельца хайнца – это остатки мембраны эритроцита, не содержат гемоглобин, свидетельствуют о внутрисосудистом гемолизе. В незначительном количестве является вариантом нормы у кошек, но в случае высокого количества могут указывать на такие состояния, как сахарный диабет, гипертиреоз, лимфома и также при употреблении каких-либо окислителей, например, ацетаминофен или витамин К. Тельца жали достаточно часто можно встретить у кошек, они указывают на регенеративный ответ при анемии, также могут встречаться после спленоктомии. Естественно, мы с вами также можем увидеть эритроцитатных паразитов и вирусные включения. Для вирусных включений классический пример включения при чуме полтоядных. Что важного для врача? Высокие значения подскажут о таком состоянии, как гипоксия, эритропоэтин, продуцирующий опухоли, первичный эритроцитоз, пребывание в условиях сакогория. Низкие значения чаще всего указывают на анемию, дефицит железа, недостаток эритропоэтина при хронической болезни почек, вследствие кровопотери, в гемолизе различных проявлениях, эндокринные нарушения при заболеваниях костного мозга и редко при дефиците питательных веществ. Что важно учитывать при интерпретации? При интерпретации мы учитываем гемоконцентрацию, а также возможное сокращение селезенки у собак. При хиллезе или гемолизе значение числа эритроцитов будет занижено. Глюкокортикостероиды при длительной терапии повышают количество эритроцитов, а препараты, которые мы перечислили на слайде, будут снижать количество эритроцитов. Также помним про то, что у некоторых пород собак, таких как грейнхаунд и такса, показатели будут завышены, и это будет являться вариантом нормы. У новорожденных показатели эритроцитов будут занижены, и при беременности показатель будет также занижаться из-за увеличения объема плазмы. Эритроцитарные индексы. Их рассчитывают с целью классификации анемии и сужения перечня возможных дифференциальных диагнозов. Регистрируют 4 индекса. Средний эритроцитарный объем, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците и распределение эритроцитов по объему. Переходим к следующему показателю. Тромбоциты – это небольшие безъядерные, плоские, бесцветные форменные элементы крови, образующиеся из мегакариоцитов. Являются факторами первой линии защиты от кровотечения в местах повреждения сосудов, участвуют в образовании тромбо, воспалительных реакциях, неопластических процессов. На практике используются для выявления первичного гемостаза при применении лекарственных средств, нарушающих функцию тромбоцитов, перед оперативным вмешательством и для выявления риска болезни фон Виллибранда. Увеличение тромбоцитов может говорить о железодефицитной анемии, рикошетном тромбоцитозе, например, вследствие длительного лечения витамином В12 или влияния глюкокортикоидов, мегакариобластном лейкозе и также о некоторых воспалительных реакциях. Уменьшение тромбоцитов зачастую вызвано иммунными факторами, кровопотерей, ДВС-синдромом, фибринолизом, возможно снижение после инфузионной терапии вследствие разбавления крови, также при болезнях костного мозга, влиянии инфекционных и инвазионных заболеваний. Что важно учитывать при интерпретации? Важно помнить о том, что есть лекарственные средства, которые влияют на показатель. Вы их видите на слайде. Также напоминаю о том, что количество тромбоцитов у породы Грэйнхаунд будет ниже. У такой породы, как кавалер Кингер Чарльз Пенель, есть тоже особенности. У них получается меньшее количество клеток и больше средний размер тромбоцита. Переходим к лейкоцитам. Лейкоциты – это белые кровяные тельца, являются важной частью иммунной системы. Они обеспечивают защиту от инфекционных заболеваний и посторонних материалов. Когда нужно проводить исследования? Чаще всего мы проводим для определения маркера воспаления аллергических реакций, как маркерного образования кровотворной ткани, для оценки признаков иммуносепрессии и для оценки функций костного мозга. Различают пять типов лейкоцитов – это нитрофилы, лимфоциты, моноциты, эзенофилы, базофилы. Начнем мы с нитрофилов. Они являются частью врожденного иммунитета, основная функция которого – фагоцитоз патогенных микроорганизмов и продуктов распада тканей организма. Находятся в свободном потоке крови и маргинальном пуле. Нитрофилы разделяют на сегменты ядерные или зрелые и палочка ядерные или молодые. Что мы можем узнать по нитрофилам? Они являются маркерами воспаления или новообразования кровотворной ткани. Используются как скрининг на врожденные или инфекционные заболевания, поражающие нитрофилы. Давайте пару слов скажу о лейкоцитарных сдвигах. Сдвиг лейкоцитарной формулы влево или регенеративный сдвиг означает, что в крови появляются молодые или незрелые нитрофилы и подобные явления наблюдаются при различной степени течения инфекционных и воспалительных процессов. Сдвиг лейкоцитарной формулы вправо или дегенеративный сдвиг означает, что в крови увеличивается количество старых или сегмента ядерных нитрофилов. Правый сдвиг сопровождает тяжелые состояния, такие как эндотоксимия, сепсис, серьезные поражения органов, например, пневмония, перитонит, обширные ожоги. Также такая картина, возможно, у животных, которые были подвержены или проживают на территориях, загрязненных радиационными отходами, и при дефиците витамина В12 и фолиевой кислоты также может наблюдаться такая картина. Что важного для врача? Нитрофилия или высокие значения будут наблюдаться при воспалении, действии кортикостероидов, при том как эндогенных, так и при терапии лекарственными препаратами. Высокие значения могут быть в результате действия адреналина, при хроническом мелодном лейкозе и при дефиците молекул адгезии лейкоцитов. Нитропиния или низкие значения встречаются при чрезмерном использовании нитрофилов на периферии, например, при сильном воспалении, эндотоксимии и других подобных состояниях. Также может наблюдаться сниженное образование нитрофилов вследствие опластической анемии, иммуно-посредственного разрушения клеток и некоторых других заболеваниях. Что важно учитывать при интерпретации показателей нитрофилов? Глюкокортикоиды вызывают повышение сегмента ядерных нитрофилов, а нитропинию могут вызывать лекарственные средства, которые вы можете видеть на слайде. Важно помнить о том, что у бельгийских овчарок и граундхаундов мы можем наблюдать низкое количество нитрофилов. Лимфоциты – это клетки иммунной системы, представляющие собой разновидность лейкоцитов группы агранулоцитов. Являются главными клетками иммунной системы, обеспечивают гуморальный и клеточный иммунитет, а также регулируют деятельность клеток других типов. По функциональным признакам различают три типа лейкоцитов – это B-клетки, T-клетки и N-к-клетки. Показатель мы используем как маркер антигенной стимуляции и для скрининга лимфом лейкозов. Что важного для врача? Лимфоцитоз сопровождает такие состояния, как хроническая антигенная стимуляция, например, при различных инфекциях, таких как орлихиоз, а также при новообразованиях и иммунологических заболеваниях. Стоит помнить, что возможно высокие значения вследствие физиологических сдвигов, например, при чрезмерных физических нагрузках, нервном возбуждении и сильном болевом синдроме. Что важного для врача? Лимфоцитопению нередко выявляют случайно при проведении общего анализа крови. Ее можно подозревать у пациентов с рецидивирующими вирусными, грибковыми или паразитарными инфекциями. Также лимфоцитопению наблюдается при острых вирусных инфекциях, остром воспалении, вследствие потери лимфы при выпатии или энтеропатии с потерей белка, вследствие врожденного иммунодефицита и также при сильной иммуносупрессии, но чаще всего при применении химиопрепаратов или лучевой терапии. Глюкокортикостероиды и иммунодепрессанты приводят к занижению значений показателя, адреналин к повышению. Важно помнить, что у породы бас эндхаунд возможен иммунодефицит с лимфопенией. Возраст также влияет на результаты, так у щенков и котят лимфоциты могут быть выше, чем у взрослых особей. Моноциты являются фагоцитами, способными уничтожать патогенные микроорганизмы, а также разрушенные клетки. Кроме того, играет важную роль в регуляции гемопоэза, воспалении, ремоделировании тканей, иммунологическом распознавании и иммунном надзоре. Находится в циркулирующем и тканевом пуле. Являются маркерами воспаления или дегенерации и некроза тканей. Что важного для врача? Повышение числа моноцитов в общем анализе крови свидетельствует о включении защитного механизма как ответа на атаку патогенов. Моноцитоз сопровождает воспалительные процессы, например, септоцемия, бактериальные заболевания, гемолиз, некоторые иммунологические заболевания, гнойно-воспалительные и некротические процессы. Также повышение числа моноцитов может наблюдаться при заболевании, связанных с новообразованиями. Низкие значения не указаны на слайде, так как диапазон нормальных значений моноцитов начинается с нуля. Что важно учитывать при интерпретации? Применение глюкокортикоидов, как эндогенного, так и вследствие применения лекарственных препаратов. Эзенофилы. Клетки немного крупнее нитрофилов, сегментированными ядрами, образуются в костном мозге, повышаются при гиперчувствительности, иммуном ответе на паразитарные заболевания и новообразования. По большей части эзенофилы задействованы в иммуном ответе с выраженным аллергическим компонентом. Соответственно, являются маркерами, связанными с гиперчувствительностью, нарушениями и паразитарными заболеваниями. Эзенофилия сопровождает процессы, связанные с гиперчувствительностью, паразитарными заболеваниями, может быть связаны с гипофункцией надпочечников, идиопатическими эзенофильными синдромами, а также с лимфомой и мостоцитомой. Диапазон нормальных значений вы также не видите на слайде, так как он фактически начинается с нуля, и эзенопению сложно выявить. Что важно учитывать при интерпретации? Мы учитываем применение глюкокортикостероидов, так как это приводит к снижению показателя. Переходим к бозофилам. Это клетки крови, образующиеся в костном мозге и циркулирующие в кровеносных сосудах. Участвуют в иммунном ответе, в особенности при гиперчувствительности. Поэтому данный показатель часто используют как скрининг на связанные с гиперчувствительностью нарушения или паразитарные заболевания. Бозофилы. Что важного для врача? Высокие значения бозофилов, как правило, сопровождают такие состояния, как гиперчувствительность, паразитарные заболевания, бозофильный лейкоз, новообразование, например, мостоцитома или тимома. Как и в случае с эзенофилами, диапазон нормальных значений начинается фактически с нуля. Низкое количество бозофилов также сложно выявить. Что мы должны учитывать при интерпретации? Бозофилии часто сопровождаются эзенофилией, но значительная бозофилия без эзенофилии позволяет предположить нам мелопролиферативные нарушения. Переходим к общему анализу мочи. Что мы можем по нему узнать, как интерпретировать анализ и как избежать преаналитических ошибок. Общий анализ мочи относится к рутинным или базовым лабораторным исследованиям, направленным в первую очередь на скрининг заболеваний органов мочеводелительной системы. С помощью этого простого диагностического исследования можно выявить многие заболевания, в том числе воспалительного, инфекционного характера, заподозрить системные эндокринные, метаболические и другие нарушения. Исследование мочи рекомендовано и входит в основной перечень обследований для всех гириартрических пациентов. Существует 4 основных метода взятия. Это цистоцинтез, катетеризация, отжим мочевого пузыря и естественное мочеиспускание. Каждый из этих методов имеет свои плюсы и минусы. Далее поговорим о том, как именно каждый метод может влиять на показатели в общем анализе мочи. Начнем мы с физических свойств. Объем мочи можем оценить в пробе, а также ветеринарный врач при необходимости может измерить разовый и суточный объем мочи. Цвет определяется наличием в ней урохрома или уробелина. Моча здорового животного имеет желтый цвет, концентрированная моча имеет насыщенный янтарный цвет, а неконцентрированная моча от почти бесцветного до бледно-желтого оттенка. Красный и коричневый цвет мы можем видеть при гематурии, гемоглобинюрии и миоглобинурии. Моча молочного цвета характерна для пиурии. Также некоторые лекарственные вещества и некоторые заболевания могут изменять цвет мочи. Прозрачность. В норме моча прозрачна. Исключение составляют лошади и кролики, для которых характерно выделение с мочой большого количества слизи. которое и вызывает ее помутнение. У остальных видов животных помутнение мочи по большей части является отклонением от нормы. Помутнение вызвано наличием в моче кристаллов, солей, цилиндров, клеток, слизи, бактерий, сперматозоидов, что всегда можем определить при микроскопическом исследовании осадка мочи. Нехарактерный запах мочи может указывать на заболевание. Например, при запахе ацетона мы можем подозревать осложненное течение сахарного диабета. Относительная плотность. Потеря контрационной способности почек является одним из первых признаков заболеваний почечных канальцев. Относительная плотность может изменяться в зависимости от состояния гидротации и потребления жидкости. Интерпретация значений удельного веса мочи требует знания других параметров, таких как статус гидротации, применение лекарственных веществ, клиническое состояние и данные гематологических и биохимических исследований. PH мочи во многом зависит от рациона животных. У собак и кошек моча имеет реакцию от нейтральной до кислой. Поскольку моча образуется посредством фильтрации плазмы крови, PH мочи отражает PH плазмы крови. Кроме того, PH является грубым показателем концентрации газа в крови. Нормальная PH мочи у собак и кошек составляет от 5 до 8. Если PH мочи ниже 5 или выше 7,5, то необходимо выяснить причину данного состояния. Повышение PH мочи может происходить при наличии уреазпродуцирующих бактерий в моче, при ацедозе почечных канальцах и некоторых других заболеваниях и состояниях. кровь и гемоглобин в общем анализе мочи измеряется чаще всего тест-полоской, поэтому проявление цвета будет возникать в присутствии крови, железа, свободного гемоглобина, миоглобина, пероксидаза растений и бактерий, а также некоторых дезинфицирующих средств. Ложно-отрицательный результат по тест-полоске может быть связан с наличием бактерий, производящих нитриты, или при лечении витамином С, а также в слишком щелочной моче. При низкой относительной плотности происходит лизис эритроцитов. Глюкоза. Она свободно фильтруется клубочками почек и полностью реабсорбируется в проксимальных почных канальцах. При интерпретации показателя следует помнить про транзиторную глюкозурию, которая может наблюдаться при сильном стрессе. Это особенно характерно для кошек и птиц. Глюкоза в мочевом пузыре в такой ситуации сохраняется в течение нескольких часов. Собаки пород бассенджа и лабрадо-ретривер имеют склонность к развитию синдрома фанкони, при котором первичная почная глюкозырия связана с дефектом реабсорбции в почных канальцах. Высокие дозы гентомицина или амоксицелина могут вызывать повреждения почных канальцев с последующей глюкозурией. Помним о том, что стойкая гипергликемия и глюкозурия наблюдается обычно при сахарном диабете и гиперадренокортицизме. Ложно-отрицательные значения возможны при действии аскорбиновой кислоты, кетонов, наличии значительной концентрации билирубина в моче, а также при использовании и терапии некоторых препаратов салицилатов и тетрациклинов. Ложно-положительные результаты по тест-полоске могут быть получены при наличии в моче окислителей, например, это перекись водорода или хлор, содержащие растворы. Кетоновые тела не должны содержаться в моче здорового животного. Кетоновые тела свободно фильтруются в почных клубочках. Кетонурия указывает на чрезмерный катаболизм жира или нарушение углеводного обмена и может возникнуть при сахарном диабете, длительном голодании, особенно у молодых животных, кахексии, токсикозе, употреблении в пище с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров. Ложно-отрицательный результат может возникнуть при исследовании несвежего образца мочи. Белок. Способность белковых молекул к прохождению фильтрационного барьера в почных клубочках зависит от их размера, формы и заряда. В случае выявления белка в моче величина протеинурии должна быть точно измерена количественными методами. Протеинурию следует сопоставлять с диурезом и относительной плотностью. Наличие крови, спроматозоидов, клеток воспаления могут давать положительный результат, который важно правильно интерпретировать. Также ложноположительные результаты могут быть получены при защелачивании мочи более 8 пигментурии и попадании в образец хлоргексидина или в результате влияния некоторых лекарственных препаратов. При этом ложно-отрицательные результаты не получают в кислой моче. Исследование осадка мочи. Метод, используемый для сбора образца мочи, влияет на тип и количество осадка. Образцы мочи, полученные при свободном мочеиспускании, могут быть более клеточными и имеют бактериальное загрязнение, а также содержат выделение из половых путей. Моча, полученная путем катетеризации, может содержать повышенное количество переходного эпителия и другие клетки. Образцы синтеза содержат наименьшее количество посторонних загрязнений и более специфичны для определения изменений в мочевыводящих путях. Эпителиальные клетки могут попадать в мочу из почек, мочеточников, мочевого пузыря, уретро и половых путей. Клетки переходного эпителия могут попасть в мочу из проксимальной части уретро, мочевого пузыря, мочеточников или почечной лоханки. Они являются наиболее распространенными эпителиальными клетками, эритроциты. Более пяти эритроцитов в поле зрения указывают на гематурию, которая может возникать в результате травмы или воспаления. Как и при исследовании других клеточных элементов, при исследовании эритроцитов в осадке мочи следует учитывать удельный вес и метод получения образца. В концентрированной моче, так же, как и в щелочной моче, эритроциты приобретают сморщенный вид, а в моче с низкой относительной плотностью эритроциты могут лизироваться или раздуваться. Существует множество причин гематурии, но самая распространенная это травма. Лейкоциты. Как правило, лейкоциты, как правило, именно нитрофилы мы обнаруживаем в моче. Как и эритроциты, они могут лизироваться в гипотонической или щелочной моче. Обнаружение лейкоцитов в осадке мочи в количестве более чем 5 в поле зрения указывает на воспалительный процесс. Появление лейкоцитов в моче часто связано с бактериурией. Стероиды способствуют уменьшению количества лейкоцитов в моче. Обнаружение лейкоцитарных цилиндров указывает на источник воспаления, локализованный в почечных канальцах. Эозинофилы в моче встречаются очень редко и, как правило, это связано с паразитарными заболеваниями или у собак это может быть вследствие развития эозинофильного полипоидного цистита. Кристаллы Кристаллическое осаждение растворенных веществ в моче зависит от pH температуры, а также степени растворимости и концентрации кристаллоидов. Кристаллурия указывает на насыщение мочи кристаллоидным материалом, но не всегда свидетельствует о моче каменной болезни. Кристаллы идентифицируют по форме, цвету и растворимости в различных растворах. На слайде вы можете видеть перечень кристаллов, которые можно встретить в моче при различных состояниях. Кристаллы в моче обнаруживаются случайно и очень часто не имеют диагностического значения. К ним относятся струвиты, карбонаты, оксалаты, которые могут присутствовать в моче здоровых животных. Выявление кристаллурии должно быть сопоставлено с клиническими признаками и результатами других исследований. Появление кристаллов мочи является лишь одним из нескольких факторов риска развития мочекаменной болезни. Повторюсь, образование кристаллов зависит от множества факторов, в том числе от вида, породы, PH мочи, состояния гидротации, диеты и наличия заболеваний. Бактерии. Бактерии моча. Моча обычно стерильна до середины уретры. Обнаружение бактерий в незначительном количестве может быть связано с присутствием бактерий в нижнем отделе мочеполового тракта в норме. Контаминация также возможна при получении образца путем капитализации или при естественном мочеиспускании. Палочки могут обнаруживаться в моче по отдельности или в цепях. Они легко определяются и, как правило, сопровождаются появлением лейкоцитов в осадке мочи. Коки более трудно различимы, иногда требуется дополнительная окраска для их выявления. Если бактерии обнаружены в моче, которая была получена асептически с помощью цистоцинтеза, то инфекция локализована в почках или в мочевом пузыре. Большинство бактерий, контаминирующих мочу и нормальная флора урогенитального тракта являются граммоположительными. Наличие бактерий в моче должно всегда сопоставляться с результатами других исследований и клиническими признаками. Также должна подтверждаться путем культивирования с определением чувствительности к антимикробным препаратам. Перматозоиды могут обнаруживаться в моче, собранной при свободном мочеиспускании у самцов и у самок после недавней вязки. Переходим к паразитологическому исследованию фекалий. Паразитологическое исследование является прямым методом обнаружения гельминтов, их фрагментов, яиц и личинок гельминта. С его помощью также доступно обнаружение простейших в свежем образце фекалий. Так как у гельминтов есть определенный цикл размножения, то по объективным причинам не всегда можно выявить яйца паразитов в кале при наличии инвазии. Нередко для подтверждения диагноза нам может потребоваться несколько исследований кала на гельминт. Итак, коллеги, сегодня мы с вами обсудили наш скрининговый диспансеризационный профиль, в который входит общий анализ крови, общий анализ мочи и паразитологическое исследование фекалий. Данный тест можно расширить, выбрав интересующий вас биохимический профиль. Для примера на слайде указаны биохимические профили лаборатории Вет Юнион. В заключении вебинара по диспансеризации хотела обратить ваше внимание, что с 1 августа по 30 ноября в лаборатории Вет Юнион действуют акции для наших партнеров. Надеюсь, данный вебинар был полезен для вас. Благодарю за внимание. Продолжение следует...